Музыка Продолжаю снимать свой влог. Сегодня у нас пятница, 27 мая. Вот и заканчивается весна. И я пришла с работы. Все мокрое. У нас на улице жуткий ливень. Утром выходило, было еще тепло. Солнышко оделось по-летнему. И сейчас такой ливень начался. У нас таких ливней давно очень не было. Вообще в этом году у нас какой-то вообще нетипичный май. Обычно у нас в мае уже лето стоит. А в этом году весь май идут дожди. Погода вообще... В общем прохладно. Ну и... Прохладно и постоянно-постоянно не успевает просыхать земля. Постоянно идет ливень. Вот. И мне привезли огромную коробищу заказ Фаберлик, который делали, в общем, с работы, с маминой работы женщины. Я сейчас быстренько покажу, что они заказали. И там еще кое-что было мое. Но это уже будет отдельное видео о заказе Фаберлик, потому что я еще в прошлый раз заказала чуть-чуть. И в этот раз еще заказала кое-что и сделаю уже общий тогда обзор. Вот. Ну, сейчас покажу. У меня такие заказы бывают крайне редко. Наверное, раз в год. Потому что не так часто они там делают такие заказы. Так. Что тут есть? Я сама не открывала. Вот. Первый раз вижу, что тут есть, в общем. Так. Значит, конечно, бытовая химия. Куда без нее. Один я заказала себе. Вот такой вот концентрированный стиральный порошок. И один заказала женщина. Это я заказала. Попробовать новиночку. Водный эспресс и свяжитель воздуха. Очень люблю вот это средство для мытья посуды. Тоже заказали с работы. Так. Как обычно, никуда без этого карандаша и пятного водителя. Он очень всем нравится. Я тоже, кстати, от него в восторге. Хорошо очищает пятна. Вот такую новинку заказали. Универсальный спрей пятновый водитель. У меня такого не было. Не знаю, как он по качеству. Что-то я заказала опять. Очень люблю тоже колготки и чулки. Одни чулки, другие колготки. Так. Ланселот. Какие для бритья? А где тут еще было средство для ланселот? Здесь было. Не знаю, где. Так. На серию этноботаника тоже была отличная цена. Там что-то одно берешь 79, другое 69. Нет, но 99, другое 69, по-моему. Вот заказали тоник и вот такой крем. Маску для волос. Вот такая, по-моему, была. Серия Астронавтик тоже была. Заказываешь китли для купания. И за 19 рублей шли салфетки. Шли вот такие вот салфетки. Также вкладные салфетки для удаления пятен. Зубную щетку я себе заказала. Для меня интересовала. Ланселот. Тоже там была хорошая цена на второй продукт. По 39 мыло-кусковое. Это уже набрали кучу. Я мыло-кусковое не люблю, поэтому я себе его не беру. Вот это я себе заказала. Видела классный маникюр с ним. И вот этот. Тоже Олечка делала с Украины. Классный маникюр. Мне наклейки эти очень понравились. Это я себе заказала всяких коктейлей. Я люблю коктейли белковые. Ужин здесь со вкусом яблока. Новинку вот такую заказала себе. Экстра свежесть. Так. Это у меня заказали кислородное питание. Дневной крем. Эти лаки тоже были по очень хорошей цене. По-моему, два берешь, по 85 рублей они получаются. Четыре штуки, я знаю, меня взяли. И еще одних не было в наличии. Такие вот. Так, это я взяла, конечно же. Я говорила, что мне понравилось этот аромат. Здесь 15 миллилитров новинка. Я взяла себе еще такой карандашик для губ. У меня заканчивается. Так. Это вот заказали тоже. Там была хорошая цена на два средства. Фиберлик, моменты, гид для душа и пена для ванны. Один полуденький такой. И второй фиолетовый лавандовый соль. Так, это я пробик заказала новых духов. Фрукт-сторий, в общем. Вот эти вот мои миниатюрки. Как тропикал-сторий, по-моему, называется. Расскажу потом про него. И красок. У меня тут кучу заказали красок. Две заказала я. Одну для мамы, другой для себя. Вот этот, по-моему, каштан один я для себя заказала. Другой каштан для мамы. Я люблю эту краску. Постоянно ее заказываю. Да, 4. Это у меня сказали тоже. Вот цветный такой блондин. Вот такую заказали. Уберли краску светлорусы. Вот такую спелая вишня. И вот такую вот еще блондин. Такой вот получился огромнейший заказик. Продолжаю снимать свой влог. Сегодня у нас воскресенье. Это июня. И я иду в парикмахерскую. Вот такая с хвостиком, потому что у меня уже голова грязная. А, в общем, буду закрашивать свои себе и корни у него тут вот. И хочу сделать пару прядей эмилирования, в общем. Ну, просто разнообразие, потому что я как бы давно уже хожу с одним цветом волос. Наверное, года 3 или 4 уже. И мне как-то скучно стало. Хочется к лету какое-то разнообразие. Поэтому, в общем, иду к своей однокласснице. В парикмахерскую. Посмотрю, что она мне сделает. Вот. И у нас по погоде видно, что пасмурно. Вообще у нас непривычно пасмурно и прохладно для июня. Вот я даже в кофте. Такое ощущение, что на улице начало маря, а не июня. У нас каждый день идут дожди. С одной стороны это хорошо, что не желтеет все. А с другой стороны, конечно, хочется немножко тепла. Солнышко побольше и перестать грязь постоянно заводить. Вот солнышко улезло. Вообще у нас за май месяц выпало, по-моему, два с половиной раза больше осадков, чем обычно. У нас такого давно очень не было. С одной стороны это, конечно, хорошо. Может быть, наше обмелевшее море наконец-то чуть-чуть станет нормальным. Но с другой стороны, как-то непонятно, с чего вдруг такие изменения в климате. Вот. И вчера у нас был, ездила я на базу отдыха, а там был ковбойский день, открытие базы. В общем, на предприятии, где я работаю, у них есть своя база. И там было открытие. Я, конечно, никого не знаю, но там получилось. За то, с чем я ехала, мне нужно было попроситься с директором. И, в общем-то, это случилось. Он меня заметил, мы с ним пообщались. Он у меня даже в бусетку один отвел. Ну, в общем, то, что я хотела, с чем я, собственно, ехала, так и получилось. Слава Богу. Ну, покажу фотки прикольные в шляпе. Я не думала, что у меня шляпа ковбойская так пойдет. Ну, в общем, пошла я в Барьковский с моим командой. Когда я туда приехала, я вообще никого не знала. Все родились по кучкам, по своим компаниям. А я так, получается, что работаю с мужчиной, как бы мой начальник, и я, и все. А он, естественно, не приехал. С девушек я там практически никого не знала. Поэтому мне было очень неудобно. Я не знала, к кому бы пойти вообще. Потом меня заметили, вроде как привели к тем, ну, к управлению, в общем. Там, где были, сидели в бухгалтерии, кадры, в общем, все такое. Ну, тогда уже более-менее познакомились, там были соревнования. Я там тоже немножко поучаствовала. Ну, в конце, там до пяти вообще было все мероприятие. Ну, в конце, когда все напились и начали плясать, я, естественно, не пила практически, поэтому уехала пораньше. Я не знаю, что поехала, там было, в принципе, весело. Я наелась и штука. База мне тоже понравилась. Если что, лето, может быть, куда-то оба-друге ездить. Ну, такие вот девушки. Первая цифра такая же, да? Ну, типа 5-0 или 4. А дайте мне это работать, если 5-0. Ты что смотришь? Сниму себе на память. А, ну, она-то, конечно. Ну, вот что у меня получилось. Внутри там белые пряди и ночелки немножко. Так посвяжилась, не нравится.